всем привет привет добро пожаловать на мой канал пришло время переделывать мой маникюрчик ему около трех или четырех недель все относилось замечательно только на правой ручке у меня скололся топот от того что я кушала фисташки я их ковыряла потому что они не хотели открываться а здесь на левом большом пальчике я чеканула ножиком а так все замечательно мне относилось давайте будем приступать к снятию и переделыванию моего маникюрчиком первым делом как всегда убираем старый материал моей любимой фрезой керамической кукурузкой на максимальных оборотах моего аппарата и Продолжение следует... Пилочкой 100х180 грит я опилила форму ногтей, сделала квадрат и опилила неровности от фрезы. Указательный растет у меня вниз, поэтому я немножко выпилила арочку изнутри. Ну а дальше, как всегда, аппаратный маникюр. Продолжение следует... Продолжение следует... После маникюра хорошенько убираю пыль, обезжириваю ноготочки и буду укреплять свои ногти. Продолжение следует... А затем делаю выравнивание этим гелем. Гель отличный, самовыравнивается, он не очень густой и очень хорошо держит ногти. Поэтому этот гель я однозначно вам рекомендую. Все ссылки, как всегда, вы найдете внизу в описании, так что проходите, смотрите. После выравнивания просушиваю хорошенько этот гель. Он немного подпекает в лампе, поэтому на третьей секунде я вытаскиваю. Перекрыла ноготочки белым гель-лаком в два слоя и буду делать дизайн. Делаю с вот такими гель-лаками, ставлю точечки небольшие в центр всех гель-лаков, которые мне вот приглянулись в этом дизайне. Затем беру зубочистку и делаю разводы в произвольном порядке. Можно было много не мешать, но я делала в первый раз, поэтому как получилось. Плоской кистью набираю эту смесь и переношу на ноготок, прижимая кисть к ногтю. И даю растекаться вот этой вот смеси. Вот этого замеса у меня хватило на два ноготка. Сделала я два раза такой замес. И вот таким вот образом я переношу эту смесь на ногти. Потом я беру тонкую кисть и довожу, куда мне не хватило. И хорошенько просушиваю эту смесь в лампе. Когда еще не просушила, могу доставить каких-то цветов, которых мне не хватило. Но это можно сделать и после просушки. Но просушить нужно очень хорошо, потому что слой получается толстоватый. И соответствую, как я так хочу, для меня планировать. И вот я помню для выпечки. И вот здесь вот это все Multiplак, я думаю, я беру тонкую кисть. И вот я нам пишу, дам. мне захотелось добавить немного блесточек я добавила жидкой фольги от венолиса и перекрываю все ноготочки топом делаю небольшое выравнивание так как дизайн у нас объемный и вот что в результате меня получилось правую ручку я сделала просто синий под матовым топом левая у меня глянцевая пишите обязательно комментариях как вам такой дизайн с разными ручками понравился или нет мне будет очень интересно почитать и всем до скорой встречи пока пока а